Что только не происходит с нашей кожей летом. Она то обгорает, то шелушится, то становится сухой, то жирной. Различные факторы оказывают свое негативное влияние. Конечно, в это жаркое время года ей нужен особый уход. Крема, сыворотки, молочко и прочие средства. Они помогут сохранить красоту и нежность вашей кожи. Сегодня косметолог поделится с вами своими секретами. Летом загорелая кожа выглядит прекрасно. Золотистый пигмент скрывает мелкие дефекты. Однако это еще не повод расслабляться, ведь именно летом наша кожа требует самого тщательного ухода. Яркое солнце может спровоцировать появление ранних морщинок. Сильный ветер сушит кожу, а из-за жары появляется все больше так называемых черных точек и мелких прыщиков. Утром перед выходом на улицу необходимо сделать водные процедуры. Если температура прохладная, она приводит кожу в тонус. А если температура горячая, горячая вода, то тонус наоборот снижается, тургор кожи снижается, повышается сальность желез. То есть это вредно. То есть при жирной коже горячей водой не надо умываться. При сухой коже можно и прохладненькой, и теплой. Лучше всего контрастное умывание. Это возможно и при чувствительной коже, потому что сосудики тренируются, они не так заметно становятся. То есть горячей нельзя очень, холодной нельзя очень, прохладненькой, тепленькой, очень хорошо. Вот. Ну и умывание, в общем-то, нужно. Главное, чтобы средство для умывания было правильно подобрано. Допустим, гель лучше для жирной кожи или косметические сливки или молочко для сухой кожи. В красоте, как говорится, все средства хороши. Ухаживать за кожей можно по-разному, с помощью процедур и различных лосьонов. Главное в этом вопросе не переборщить. Любой уход у нас подразделяется на очищение поверхностное и глубокое, питание, увлажнение, защита. Защита от мороза, защита от солнца в летнее время. Все уже, наверное, многие знают о том, что надо обязательно пользоваться солнцезащитным кремом различной степени защиты. Можно это и в аптеке узнать, и при покупке средства. И у нас в салоне тоже есть солнцезащитное средство очень эффективное. Есть с минеральной защитой, с химической защитой. Ни в коем случае не отказывайтесь от увлажняющих кремов в течение всего лета, даже если кожа лоснится. Улажняющие ингредиенты помогают клеткам кожи правильно функционировать. Что касается ухода, очищения, поверхностное очищение, это косметические сливки, пенки для умывания. Любая женщина это все знает. Глубокое очищение, это пилинги, различные химические, энзимные. То есть различные пилинги. Увлажнение летом обязательно. Питание. Обязательно питательные крема. Тоже они подразделяются на различные средства. Более жирные, для сухой кожи, для жирной. То есть все крема подразделяются у нас по типу кожи. Для сухой кожи, для жирной кожи, для нормальной кожи. Это тип кожи. И есть еще у нас состояние кожи. То есть обезвоженная, чувствительная, пигментированная. И многие женщины, если они хотя бы раз были в салоне, им обязательно врач расскажет, какой тип кожи, какое состояние кожи. Они уже могут себе сами подбирать все средства. Чтобы правильно подобрать средства для ухода за кожей лица и тела, необходимо проконсультироваться со специалистом. Он, кстати, посоветует, какой бренд можно использовать именно вам. Нежелательно делать отбеливающие процедуры летом, потому что кожа становится уязвимой. Все остальные процедуры в летнее время возможны и даже нужны. Особенно увлажнение, питание обязательно нужно. Дневной макияж в жаркий день должен быть по максимуму легким и естественным. Тончайший слой тонального крема, тушь для ресниц, блеск для губ и несколько карандашных штрихов для бровей. Кожа должна дышать. Чтобы сиять своей красотой все лето, думаю, стоит воспользоваться советами опытного косметолога и добавить в свою косметичку множество различных кремов, масел, увлажняющих гелий и многое другое. То, что подходит именно для вашего типа кожи. Будьте красивы и здоровы. Пока! Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok